Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Эдуардом приехали на озеро в Боркин, на Порыльевое озеро. Попытаемся ловить Порыльевое озеро, приехали затемно, начали кидать, но пока вот первые забросы ничего не принесли. Порыльевое озеро, будем подбирать лисички. На этом водоеме не было уже на месяцев 7-8, поэтому как сейчас обстоят дела, не знаю. Здесь водоем очень живописный, видите, он не как обычно в Германии платники вырытые там 25 на 25 квадрата, а такое озерцо, которое сделано благодаря запруде на небольшом ручейке. Вокруг деревья, можно сказать, естественное, абсолютно озеро. Очень удобно здесь все, видите, берега он посыпанный щебнем, то есть грязи нет, по крайней мере, с этой стороны. Тут же удобная парковка, здесь же поставили машины. Цена вообще смешная для Германии, 10 евро дневная карта стоит. Единственное, если вот вы здесь ставите машину, это бесплатно, если вы хотите поставить где-то машину дальше в лесу или заехать на другую сторону озера, тогда это стоит 2 евро. Ну, тоже, в принципе, цены коммунистические. Людей мало пока, вот кроме нас тут человек 5 всего. Посмотрим, что дальше будет. Прямо рядом с озером ресторанчик, хозяева живут наверху, такие очень доброжелательные дедушка с бабушкой. 7 часов уже бабушка спустилась, продала нам карты. Приехать можно и раньше начать ловить, а позже подойти купить, никаких проблем. Опять же, тут дверь круглые сутки открыта, вы можете сюда пройти в туалет, что тоже немаловажно, не надо по кустам нигде бегать. Так что такое очень интересное место. Я уже в предыдущих фильмах показывал, но они были давно, и поэтому, кто недавно подписался на канал, могут не знать об этом. Фонтанчик, все облагорожено. Жалко, камера не приближает, вон там вдалеке олени гуляют. И вот здесь вот, вот такие небольшие, уже нарезанные озерца искусственные, и в них выращивают хозяева в поры. Потом уже берут маленькую, выращивают, потом продают на другие платники. Поэтому и цена у них такая демократичная, потому что как бы это у них дополнительный преработок. Основной заработок у них сойдет от выращивания форели, и естественно от ресторана. Вполне возможно, что и вверху сдаются номера. Еще вот такое озерцо разводничек. А внизу вон есть платник, где ограниченное количество людей может. Частенько здесь очень много людей собирается, но ловить конечно неудобно. Тут друг друга только перекидывать. Ну опять же, кому что нравится. Зато конечно на таком маленьком водоеме намного проще найти рыбу. Сегодня будний день. Поэтому только один рыболов, а в выходные тут стоят плечом к плечу. Но опять же повторюсь, мне такая рыбалка не по душе. Кто приезжает сюда летом, вполне можно приехать с семьей. И тут для детей. Тут и горка есть, и качели, и карусельки какие-то. То есть в детворе есть чем заняться. Песочница для детей есть. А в ресторане могут сидеть мамы, пить кофеек и наблюдать за детишками. Очень даже удобно для семейного отдыха, особенно летом, когда хорошая погода. Для ловли я сегодня буду использовать два спиннинга. Этот спиннинг мягкий. Ариас. Ариас 56. XOL 08. 3 грамма. Музыка. Спиннинг Тенрио. Музыка. Музыка. Каклей и мягкий строй имеет. Его я буду использовать с колеблющимися блёснами, катушка у меня deyvaluvis 2004. основная леска это плетенка 0.1 пм омой и 0.14 флюрокарбон для начала пока вот темно поставил такую яркую блесну бросающуюся так сказать в глаза покидал ее уже но результата пока нет а начал пока темно и вообще ловить на другой спиннинг и на другую приманку это стила знаменитая от понтон 21 спиннинг воблерочек поставил я яркий желтый шумный и как правило по прошлым рыбалкам с утра именно такие шумные воблера срабатывали сегодня тишина катушка тоже у меня такая же дайволувиас только здесь у меня немножко потолще леска у меня вернее плетеная леска 0.2 п.е. и флюрик 0.14 так что две у меня такие удочки это удочка позволяет если что и по твичить как бы воблерочки небольшие она не такая мягкая предыдущая ну и будем смотреть пока вот повторюсь людей немного на озере и никто пока еще ничего не поймал нас тоже еще пока поклевок не было спиннинг от у меня от 0.5 до 5 грамм 3 форелевых схода а поймать у вас только окушка вот такой вот красавчик сантиметров 15 форелька сейчас посмотрим опа есть одна она попалась от 0 ушел эти блесна вылетела сразу еще одна форелька побольше немного есть тоже получше сантиметров 40 пойдет полосатик а